На этом видео мы с вами продолжим обсуждать законы молитвы из компиляции в конце Сидура Артскролл. И на предыдущем видео я не стал цитировать дословно все, что они написали, а в общих чертах суммировал, что в каких случаях в середине молитвы нельзя прерываться, в каких случаях на какие ответы определенных молитв следует прерваться. А вот сейчас мы продолжим читать то, что они написали и комментировать. Значит, дальше они начинают с 46-го параграфа и по 60-й обсуждают детали произнесения шма утром и вечером. Законы, как правильно произносить, с концентрацией, с точным произношением букв и подобные законы. Сегодня мы только с вами обсудим 46-й параграф, а именно саму заповедь говорить шма. Они пишут, в торе да на заповедь произносить текст шма дважды в день, утром и вечером. Они здесь не пишут, какая именно часть шма из торы. На самом деле, если посмотреть сам отрывок торы, все, что тора говорит, это будут эти слова, которые я заповедую тебе сегодня. На сердце твоем, и повторяй их детям своим, и говори их, сидя в доме и идя в дороге, ложась и вставая. Вопрос в том, что имеется в виду эти слова. Эти слова не обязательно имеются в виду отрывок шма. Я уже рассказывал, что, в принципе, простой смысл торы, казалось бы, что нужно никогда не забывать о самой торе. Никогда не отвлекаться, так же, как когда ты в дороге, когда ты дома, когда ты ложишься, когда ты встаешь. Всегда, чтобы человек помнил о заповедях Всевышнего, не забывал о них. Не то, что еврей дома, но уже когда ты в дороге, то к тебе это все не относится. Или наоборот, на людях показываешь, что ты очень религиозный, но в доме, когда тебя никто не видит, ведешь себя не так уж. Утром и вечером начинаешь день и отходишь ко сну. Всегда на твоих устах, так сказать, слова торы и заповеди, и ты никогда от этого не отвлекаешься. Это простой смысл, казалось бы, того, что написано в торе, и на самом деле так считает один из двух модельцов в Талмуде, которые как раз диспутируют на эту тему, Шмуэль. Шмуэль говорит, что то, что мы читаем в шма, это не из торы, нет заповеди читать именно этот отрывок. Что просто нужно всегда помнить о торе, возможно, имеется в виду, что нужно и по утрам и вечерам какие-то слова торы говорить, но не имеется в виду, что нужно именно этот отрывок шма Исраэль произносить. Тем не менее, как они правильно пишут, халаха следует, на всяком случае в шухонарухе, в большинстве решоним ранних комментаторов, халаха следует мнению другого мудреца, который считает такие, что нужно именно шма читать по утрам и вечерам. Ложась и вставая, так сказать, нужно прочитывать отрывок из шма. Вопрос, какой отрывок и сколько нужно читать из торы. На этом счете тоже есть много мнений. Некоторые считают, что достаточно прочесть из торы первый только стих, шма Исраэль. Другие говорят, что весь первый параграф это митсвы из торы прочесть. И, наконец, самое строгое мнение, что оба параграфа, первый и второй, они оба из торы. Насчет третьего параграфа сам он, конечно, не из торы, потому что он говорит про цицит. Там, где нигде не сказано в этом параграфе, что нужно вложать и вставая, вспоминать о цицит. Наоборот, цицит нам должны напоминать о всех заповедях. На всяком случае, нет митсвы читать про цицит по утрам и вечерам. Его установили наши мудрецы, потому что он похож, цицит как-то похож на Тфилин, без сомнения. И поэтому в этой серии вместе с Тфилином упомянули цицит. Но главная цель этого параграфа вспомнить об исходе из Египта. А вот это уже история митсва, действительно. Просто не обязательно читать именно этот параграф. Можно читать любые стихи торы или даже не стихи торы, любые молитвы, или просто признание, какое-то выражение, которое упоминает, что Всевышний нас вывел из Египта, что я верю, что Всевышний нас спас из Египта и вспоминаю об этом. И вот это тоже нужно делать по утрам и вечерам. И вот к этому отрывку нет определенного времени. В отличие от первых двух отрывков Шма, которые нужно сказать до определенного времени утром, и вечером тоже определенное, только есть время для них, то в отличие от них вспоминать об исходе можно всю ночь и весь день. Ночи так, и Шма тоже можно читать всю ночь. А вот насчет дня, в отличие от Шма, который читают только до третьего часа, историю можно выполнить заповедь. Но остаток дня можно еще все выполнить заповедь об исходе из Египта, вспомнить. Даже если человек не успел прочесть Шма вовремя. Теперь, общий вопрос, конечно, в том, почему Тора говорит, ложась и вставая, а мы думаем, что это утром и вечером. Вообще, где здесь утро и вечер? Ложась, может быть, у меня расписание такое, что я иду спать, допустим, в 6 вечера. Пожилые люди часто идут спать рано, даже летом, и еще солнце не зашло, и звезды не вышли. Или, наоборот, я иду спать в 5 часов ночи, но встаю, допустим, из-за этого в 12 дня. Могу ли я выполнить заповедь Шма в 12 дня? Нет, конечно, да. Я выполняю заповедь Шма только до третьего часа. И то, вот этот третий час от восхода или от рассвета, как мы рассказывали, это было связано с тем, что очень такие утонченные люди, важные, богатые люди, как дети царей, например, они вставали позже остальных. Весь народ в те времена вставал примерно с восходом или раньше. А вот богатые люди, дети царей, они вставали 3 часа после восхода. И вот эта вот мягкость Рабьё Шо, что мы постановляем Халаху как Рабьё Шо, что можно читать еще утреннее Шма до третьего часа. То есть где-то до 9 утра или до полдевятого примерно можно еще выполнить заповедь Шма утреннего. Это потому что некоторые люди тогда вставали так поздно. Но если отдельный человек встает еще позже по разным причинам, например, у него такое расписание, то это никак не меняет Халаху, и он не выполняет заповедь Шма, если он встает очень поздно, если он просыпается в 12, например. И причина, по многим мнениям, в том, что в такого плана законах, как бы, Равины определяют закон Торы. В том смысле, что Тора действительно не определила, что такое ложась, что такое вставая, но дала это в руки Равинов, как многие другие заповеди. То есть Равины могли определить, они определили, что для слова ложась, или можно так перевести лежа, пока человек еще спит, да, все время, пока в основном люди спят, то есть всю ночь, можно еще прочитывать вечернее Шма. И выполнить заповедь. А вот днем они не постановили, что весь день можно читать утреннее Шма. Они постановили, что до времени, пока еще встают, хотя встает какая-то группа людей, достаточно большая, утонченные люди, например, дети царей, то можно еще выполнить заповедь Шма. Но после этого уже невозможно выполнить заповедь Шма. Хотя есть индивидуалы, которые по какой-то причине встают еще позже, или проспали, но это уже роли не играет. Такое постановление, по многим мнениям, это было в руках Равинов, так сказать, определить закон Торы. То есть Тора сказал, ложась и вставай, а Равины определили, что ложась, это ночью, и вся ночь годится после факта. У нас еще тоже был диспут, но у нас было хорошо, что вся ночь годится после факта, до рассвета. И даже после рассвета, если человек не успел до этого прочесть, мы уже обсуждали, что можно в видеоват, если был онес, как говорится, если у человека не было никакого выхода, и он не мог прочесть до этого, допустим, ворвало там, или он был пьяный, то тогда он после рассвета все еще выполняет заповедь Шма. Но до восхода солнца уже. После восхода солнца, конечно, это полностью день, и ночной Шма уже не выполнишь заповедь. А вот утром, да, только пока большинство людей, или большая часть хотя бы людей, какие-то группы людей встают, в основе нашему адресу, что можно еще выполнить заповедь Шма. Итак, авторы здесь пишут, что важно, чтобы, произнося этот текст, молящийся думал про себя, что он этим выполняет заповедь Всевышнего и намеревается это сделать. Иначе ему следует произнести этот текст вновь. Что он хочет сказать? Это очень важный закон, послушайте внимательно, что есть такая идея, что заповеди Торы, их невозможно делать автоматически. Просто если человек, не думая, сделал акцию саму, это не значит, что он выполнил заповедь. Например, если человеку дали подержать четыре растения, лулов, да, трог, кто-то нес их и сказал, подержи минутку, да, мне нужно на шнурки завязать. Но он подержал, то он этим не выполнил заповедь, поднимать четыре растения. Или если он там проходил мимо синагоги, например, и услышал как-то оттуда трубные звуки шофара в Рошашану идут, то от того, что он просто услышал их случайно, он не выполнит заповедь. Нужно иметь в виду, я хочу сейчас выполнить заповедь, вот тогда вы выполняете заповедь. Но, как они дальше пишут, это очень важно. Однако, когда обстоятельства ясно показывают, что он помышлял об этом, например, если он произнес шма, следуя порядку обычных молитв, в Шахарит или в Марьев, установленному мудрецами, то не нужно повторять их шма, даже когда он не имеет, не имел намерения исполнить заповедь о произнесении шма. В смысле, они хотят сказать, что если по умолчанию мы должны заключить, что этот человек хочет выполнить заповедь, что он делает это наверняка ради митцвы, даже если он это специально не подумал, но так получилось, что ясно, что он это делает ради митцвы, тогда он без сомнения заповедь выполняет. Вот, например, если человек сидит в синагоге в Рошашану, когда трубят шафар, то Мистама, да, по умолчанию, он хочет выполнить заповедь. Зачем он еще пришел-то, да, слушает шафар в Рошашану в том числе? Или, скажем, когда человек делает благословение на поднимание Лулова, да, и поднимает его, да, что он не подумал, я хочу сейчас выполнить заповедь, но тем, что он сделал броху, он наверняка делает это ради митцвы, и сама броха на это указывает. Или, как некоторые расиды говорят, лишем ехуд перед некоторыми митцвами, это все указывает, что я хочу выполнить заповедь. И также и шма, если человек произносит шма по порядку, с благословениями, то Мистама, он делает это ради митцвы. Поэтому даже если он не подумал, я хочу сейчас выполнить заповедь шма, то тогда он после факта хотя бы выполнил заповедь. Но это все только после факта. Леотхила, как они правильно заключают, изначально, это так они приводят слово леотхила, априори, желательно для отхила перед произнесением шма подумать про себя о том, что ты о готовности исполнить заповедь, что ты хочешь сейчас выполнить заповедь. И так следует сделать. То есть, когда сказал «Габухер бямо сэр бяма гава», сказал броху, подумать «Сейчас я хочу выполнить заповедь шма». И дальше говорит «Шма Исраэль». Если сразу не подумал, можно подумать уже когда произносишь. Но леотхила нужно подумать до того, как начал произносить. А после факта, как они правильно сказали, если молишься по порядку, то Мистама сказал ради митцвы. Но! Если, скажем, человек помолился вечернюю молитву слишком рано, или софек, есть неуверенность, вышли уже звезды или нет, как часто бывает, например, в пятницу вечером, молится, допустим, 20 или 30 минут после захода, и еще непонятно, вышли звезды или нет, то тогда, если он потом, когда читает шма второй раз перед сном, обычно читает шма перед сном не ради митцвы, а читает просто, чтобы сон был хороший, чтобы тревожные сны не мучили, чтобы душа туда, куда нужно была, отправлена, так сказать, на ночь. Во всяком случае, перед сном, когда читает шма, это не ради митцвы обычно делается. Поэтому нужно иметь в виду именно, что я сейчас хочу выполнить заповедь шма, если я до сих пор не выполнил. Потому что мы не скажем, что по умолчанию, он и когда перед отходом ко сну читает шма, что это ради митцвы. По умолчанию это не ради митцвы. В отвечая мне молитва, там всегда по умолчанию, хотя бы после факта, засчитается шма. Но если он молился слишком рано, тогда ему обязательно нужно перед сном иметь в виду, я хочу сейчас выполнить заповедь шма. И желательно всегда это иметь в виду, перед сном, на всякий случай, что если я до сих пор не выполнил шма, то сейчас хочу выполнить. Тогда уже точно, если иногда вы молитесь слишком рано, выполните заповедь шма и сторы, отходя ко сну. И если вам нравится это видео, жмите лайк. И пожалуйста, оставляйте свои замечания, и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!